Елена Колесникович без малого 14 лет работает на благо города. Шьет новые коллекции одежды на славянке. Во время пандемии ее труд становится особенно ценен. Наши специалисты одни из первых подставляют плечо в борьбе с коронавирусом. Почти без выходных шьют маски для белорусов. Подвиг оценивает сам президент. В апреле 2020 Александр Лукашенко приезжает лично сказать спасибо за труд. Во время общения с коллективом Елена Колесникович обращается к главе государства с просьбой. У меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на седьмом микрорайоне. Ращу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте ездит, добирается. Четыре остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано. Пол седьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы... Понятно, раз в четыре остановки сын ездит, это надо... Я просто... У нас нету там на седьмом микрорайоне, вообще нет никакой школы. А она нужна? Это школа для Бобровского? Да, она нужна. Для Бобровского? Да. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, да может, будем думать, что делать с вашей школой. Спасибо большое. Александр Лукашенко ситуацию берет под личный контроль. Спустя несколько месяцев по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. Добавляется к ней и современный детский сад. 1 августа жители седьмого микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. А уже сегодня здесь вовсю кипит стройка. Специалисты возвели все четыре этажа. Я очень рада, что она появится. Я даже хочу, чтобы мой ребенок пошел в эту школу, так как он занимается спортом. И здесь тоже самое и бассейн будет. Ну, будет для него заняться. И мне кажется, ему будет очень нравится ходить в эту школу. Сейчас на объекте задействовано свыше 350 человек. Вскоре прибудут еще 150. Они займутся отделочными работами. Ремонтники трудятся в две смены. Почти 10 тысяч квадратных метров территории. И сама так называемая умная школа. Настоящий рай для детей. Здесь все направлено на развитие подрастающего поколения. Почти закончен монтаж секций двух. Кладка блоков почти закончена. Третий этаж, там чуть немного осталось второго этажа. Начали штукатурные работы проводиться. Канализационные работы почти закончены. Водоснабжение почти подвезено. То есть уже, в принципе, скоро будет начинаться отделка помещения. 35-я школа станет уже вторым учебным заведением, где есть собственный бассейн. Кроме того, здесь разместятся футбольное поле, теннисный корт, площадка для изучения ПДД и мини-огород. Занятие по душе найдется даже для самого привередливого ученика. С появлением нового микрорайона, а значит и большого количества молодых семей, нагрузка на учреждение образования резко увеличивается. К счастью, вслед за километрами многоэтажек вырастает и 84-й детский сад. Он становится новогодним подарком местным жителям. Через дорогу устроится еще один. А школа на 1020 мест станет четвертой в этой части города. Казалось бы, одна простая просьба год назад, и вот уже 1 сентября маленький Даник Колесникович сядет за парту современной 35-й школы. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.